Уважаемый Дмитрий Анатольевич, коллеги, я представлю, наверное, некоторые тезисы в дополнение к тому, чем был Ярослав Иванович в отношении тех вызовов, которые связаны с состоянием российской науки. Но, собственно, Дмитрий Анатольевич, вы некоторые вопросы обозначили в вступительном слое, я хотел бы их проиллюстрировать в конкретных трендах. И вот эти вызовы, на мой взгляд, собственно, определяют векторы перестройки научнической политики, которые сейчас, мне кажется, назрели. Есть некоторые слайды в раздачных материалах, коллеги, если можно, откройте их, я буду комментировать некоторые данные, которые там представлены. Прежде всего, действительно, мы понимаем, что сфера науки России, собственно, одна из крупнейших в мире, но в законодательстве этого факта скрываются серьезные структурные институциональные проблемы. Если мы посмотрим на позиции России по ключевым индикаторам научно-технического развития, то мы видим примерно следующий тренд. По численности занятых и бюджетным расходом, я подчеркиваю, у нас очень высокие позиции, то есть, скажем, расходы на бюджетные расходы на науку у нас, скажем, в два раза выше, чем в Великобритании. По паритету покупательной способности. Но дальше идет такое резкое снижение планки по внутренним затратам на науку за счет всех источников. Причем именно в силу низких инвестиций в бизнес, о чем Дмитрий Анатольевич говорил в самом начале. А дальше по всем показателям результативности. А что касается позиций в глобальном инновационном индексе, то если посмотреть на состав параметров, то мы проседаем очень резко по качеству институциональной среды. А вот на следующем слайде я пытался суммировать ключевые факторы, которые сдерживают развитие науки. Это все, на мой взгляд, сводится к трем крупным таким категориям. Макросреда, я не буду это комментировать. Понятно, это предпринимательский климат, это уровень конкуренции и прочее. Ярослав Иванович об этом говорит. Второе – это состояние науки. Очень сильный эффект колеи. То есть, если говорить коротко, то структура нашей науки остается во многом неизменной на протяжении последних 30-40 лет. И в институциональном плане, и с точки зрения организационной структуры, да и во многом в отношении тех направлений исследований, которые мы ведем. Недофинансирование по мировым меркам прежде всего за счет действительно инвестиций бизнеса. И на самом деле в основе этого очень серьезный разрыв между наукой и экономикой. Об этом мы очень много говорим. Есть масса инструментов политики, ориентированных на преодоление этого разрыва. Но пока не работает. Кадровые проблемы. Я бы сказал сегодня – это центральный вообще вопрос. И, наверное, вот если бы меня спросили пару-тройку лет назад, как экономист, я бы сказал – да, проблемы финансирования, институциональной среды и прочее. Но сегодня, я считаю, вопрос номер один – это ситуация с научными кадрами, которая, на мой взгляд, приобрела критический характер. И последнее, конечно, это низкая результативность, в том числе в силу такой инерции в тематике исследований. Если можно, следующий слайд. За период 10-20 лет у нас произошел существенный рост финансирования науки, хотя, конечно, это эффект низкой базы в большой степени, но тем не менее темпы этого роста, да еще с учетом инфляции, таковы, что затраты на науку сегодня приближаются примерно к уровню 2 трети от показателей 1690 года. То есть мы так и не догнали советский уровень финансирования науки, причем я сейчас говорю о цифрах, сравнимых с географически, то есть по территории Российской Федерации. Более того, вот этот рост, абсолютный рост затрат на науку, все равно отстает от динамики ВВП, и мы так и не смогли преодолеть однопроцентную планку по доле затрат на науку в ВВП. Вот на следующем слайде видно, что по уровню наукой емкости и экономики, то есть по вот этой доле, мы занимаем 36 место в мире, будучи одним из лидеров в десятки стран по затратам на науку в целом. А что касается удельных показателей, то на одного исследователя у нас финансирование науки вдвое меньше, например, чем в Великобритании. И почти в четыре раза меньше, чем в Германии, я уже не говорю о многих других странах. Отсюда масса последствий. И в отношении конкурентоспособности не только результатов научных исследований, но и, собственно, условия осуществления научной деятельности, ее привлекательности и для молодежи, и для ведущих ученых. Следующий слайд, пожалуйста, посмотрите. Вот то, о чем говорил Дмитрий Анатольевич в самом начале. Пропорция между корпоративным сектором и государством финансирования науки. То есть у нас сейчас сверхцентрализованная модель финансирования науки примерно такая, которая была на исходе Советского Союза. Основной источник господдержки государства, доля бизнеса вокруг этой 30-процентной планки колеблется в течение уже 25 лет. Конечно, за этим инвестиционный климат, состояние конкурентной среды и прочее. Но вот этот инвестиционный климат диктует, собственно, компаниям крайне негативную модель поведения в отношении инноваций. То есть большинство предприятий, мы ведем массу таких опросов уже много лет, и с Росстатом, и собственными силами, и они показывают все, что большинство предприятий не рассматривают инновации как фактор повышения конкурентоспособности. Причем не только на глобальном рынке, но и на внутреннем рынке, в силу монопольных позиций часто, особенно на региональных рынках. Вот на следующем слайде видно, что самым динамичным сектором и самым результативным сектором российской науки стали вузы. Но здесь тоже такой парадокс, что несмотря на эту динамику, несмотря на существенные усилия государства по поддержке университетской науки, доля вузов в затратах на науку составляет порядка 10-11%. По-прежнему. И мы никак не сдвигаемся за эти рамки, несмотря на поручения президента и очень серьезные вливания в вузовскую науку. При этом вузы сегодня обеспечивают три четверти российских публикаций в международных журналах. То есть, очевидно, отсюда перекос, диспропорция существенная в направлении потоков средств в сторону не самых результативных секторов, скажем так, мягко. Если говорить об организационной структуре науки, то у нас в ней по-прежнему доминируют научно-членские институты, хотя сеть их некоторым образом сжалась за последние 10-15 лет, но они продолжают оставаться организационно-изолированными от университетов и от бизнеса, что на самом деле представляет собой два крупнейших сектора науки во всех странах с развитой рыночной экономикой, которая лидирует вот в этой научно-технологической гонке. Следующий слайд. Дмитрий Анатольевич говорил уже об этом, о сокращении занятости в науке. Важно подчеркнуть, что рост финансирования науки все равно сопровождается сокращением занятости. Да, действительно, у нас очень широкий спектр мер поддержки ученых. Он примерно такой же, как во всех ведущих странах мира. Почему это не работает? Почему вот этот тренд снижения занятости, собственно, противоречит всем мировым показателям? Во всех ведущих странах занятость растет даже на фоне пандемии. У нас на фоне поддержки, скажем, молодых ученых, целевой, довольно существенных масштабов, доля исследователей до 29 лет в последние годы опять начала сокращаться. Заметно. Сокращается когорта ученых в самых продуктивных возрастах. То есть, это означает, что молодежь, приходя в науку, не закрепляется, а ученые, достигая какого-то потолка карьеры и зарплаты, начинают уходить. То есть, цикл не работает. Следующий слайд. Центральная проблема на входе в науку. Крайне низкая эффективность системы подготовки научных кадров. В том числе, в силу слабой привлекательности академической карьеры. На протяжении 20 лет примерно, доля выпускников вузов, которые трудоустраиваются в науку, не превышает 1%. То есть, даже исследовательские университеты, исследовательские аспирантуры, новые программы магистратуры и прочее, не способны преодолеть барьеры со стороны спроса на кадры. Обеспеченные, конечно, соответствующими условиями труда. То есть, по нашим расчетам, примерно до 1000 выпускников, лучших выпускников магистратуры в самых передовых областях, скажем, в сфере цифровых технологий, компьютер-сайенс, наука жизни и так далее, ежегодно уезжают для обучения в аспирантуры за рубежом. И последнее, выпуск из аспирантуры за последние годы сократился в защите диссертации. То есть, эффективность аспирантуры снизилась вдвое, и эта доля составляет беспрецедентно низкую величину, сейчас 10,5%. То есть, 90% аспирантов не защищают диссертации. А я думаю, что значительная часть из них и не собиралась этого делать. То есть, это становится просто таким институтом профанации в этой модели. Теперь несколько слов о продуктивности науки. Во что все это выливается? Да, у нас очень существенный рост абсолютных показателей публикационной активности международных журналов. Ну, вот здесь видно по цифрам двух-трехкратный рост. Но конкуренты наши бегут гораздо быстрее. И увеличивая кратно число публикаций, мы остаемся примерно на том же месте. Вот сейчас мы вернулись к уровню 2008 года. Подоле в мировом публикационном потоке, в мировой науке. А если говорить о патентной активности, то там, где результаты ближе к технологиям и ближе к рынку, у нас идет абсолютное сокращение потока патентных заявок. И доля эта стабильно снижается. Сейчас мы на грани 1% в мире, чего вообще никогда не было. Даже в условиях, скажем, изоляции Советского Союза, доля была существенно выше. На следующем слайде видны некоторые ответы на вот эти вопросы, собственно, причины. Вот следующий слайд посвящен научной специализации. Она у нас не меняется практически на протяжении 25 лет. То есть, если посмотреть на отрасли специализации российской науки, вот то, что выше пунктира на графике, они примерно те же, что и раньше. То есть, это физика, космос, науки о Земле, материалы, химия и прочее. Безусловно, это совсем неплохо, что мы удерживаем серьезные позиции в этих отраслях. Но мы упускаем лидерство в очень серьезных, таких динамичных областях современной науки. Скажем, у нас здесь нет наука жизни, вот в этой картинке. У нас нет компьютерных наук, когнитивных наук, экологии и так далее. То есть, там, где сейчас идет существенный взрывной рост. Вот на следующем слайде, это еще такая более глубокая спецификация. Да, спасибо, Дмитрий Анатольевич. Ну, действительно, это не исчерпывающие рекомендации, конечно. Но, на мой взгляд, ключевые сегодня, отвечающие наиболее острые проблемы. Первое. Это все-таки запуск современных механизмов формирования приоритетов. Уход от этой инерционной повестки, за которой мы держимся уже лет 20. И, конечно, нам надо формировать, заново запускать систему научно-технологического прогнозирования. Я напомнил коллегам, вы, может быть, тоже помните, в 2014 году вы утвердили прогноз научно-технологического развития Российской Федерации. Он был признан УЭСРом, одним из пяти будущих мировых прогнозов в сфере научной технологии. Это было опубликовано. Китайцы два года используют сейчас для разработки нового китайского технологического прогноза. Мы остановились на этом прогнозе, потому что дальше начало как-то буксовый. Следующий вопрос принципиально. Это то, что годовой горизонт финансирования науки является серьезнейшим вариантом и для планирования исследований, и для выстраивания академической карьеры. Потому что, конечно, серьезные учеты работать в режиме таких годовых планов не могут просто. Поэтому принципиальная вещь – это переход к долгосрочным программам исследований, как минимум для ведущих вузов и научных центров. Следующий вопрос – формирование аспирантуры. Интегрированный программ исследований в аспирантура, увеличение размера аспирантов, которые сегодня в среднем составляют 7 тысяч рублей. И понятно, что они живут на эти деньги до уровня средней зарплаты по России. Следующий вопрос – это удержание глобально конкурентоспособных ученых. У нас никого не удивляет инвестиции, скажем, в звезд спорта или искусства. Поэтому давайте и для ученых это предусмотрим. Потому что, если мы конкурируем за умы на глобальном рынке, то мы должны конкурировать и за условия их работы и содержания. Следующий вопрос – это видимость результатов научных исследований российских. У нас очень много весьма высококачественных научных журналов. Они не видны на мировой арене просто в силу языкового барьера. Поэтому наше предложение – это массовый перевод ведущих российских журналов на английский язык и национальная платформа открытого доступа, ее продвижение во все мировые университеты, библиотеки, научные центры. Кстати, очень недорого. У нас есть даже расчеты расходов на эту цель. И, наконец, стимулирование спроса. И здесь, конечно, налоговые инструменты, безусловно, занимают центральное место. И, в частности, льготы по налогу на прибыль и освобождение от НДС всех типов неоков. То есть не только того, что сейчас, я бы сказал, в некоторой устаревшей модели в налоговом кодексе называется НИОКР. Но очень большое количество исследований и разработок шляются, скажем, по статье «Услуги». Ну, в силу специфики, скажем, финансирования тех или иных ведомств или практики компаний. А если это услуга, сразу НДС, сразу это удорожание, компаниям это неинтересно и так далее. Теперь, до пандемии, в условиях пандемии особенно, многие страны пошли на примерно то же самое, что мы сделали в прошлом году по налоговому маневру для IT-отрасли. То есть это радикальное снижение страховых взносов для научных работников в университетах, научных организациях. Причем на это пошли даже страны не очень богатые, типа Венгрии, с тем, чтобы снизить издержки на проведение научных исследований, сделать их более дешевыми, в кавычках, более привлекательными для потребителей. И последнее, это доступ к льготам по налогу на прибыль для вузов. Это довольно забавная, на мой взгляд, ситуация, когда целый ряд расходов, сопряженных с научно-образовательной деятельностью, рассматриваются как непрофильные, и отсюда возникает налог на прибыль для всего университета в целом. В частности, например, оплата общежитий, издательская деятельность, издание учебников облагается налогами, и весь университет теряет льготу по налогу на прибыль. И так далее, целый ряд позиций с этим связанных. Вот, наверное, коротко. Спасибо, Дмитрий Анатольевич.